Девочки, привет! Пришла с работы. Чё-то Артёма все альбомы... Тьфу! Артёма вспоминает, Серёжа альбомы подоставал, фотографии. Чё шукал? Чё молодость вспоминал? Чё подоставал? Не знаю. Серёжа в молодости. Молоденький, маленький. Девочки, бензинчик-то у нас упал, ОР-72. Ой, сколько всё декораций, декораций. Рождество, Рождество, Новый год. Ура, ура! Сразу так... Чё-то нету, блин. С этими праздниками, только деньги куда-то уходят. И всё. Тому купи, тому купи, пятому купи, десятому купи. Ой, короче. Увидела я в рекламке башмачки. Вот, типа, вот таких башмачков настоящая овечка. Хорошенькие, тёпленькие. Понедельник. И забыла. А теперь, Серёжа, говорю, это самое... Вот были вот такие башмачки в Альде. Сейчас зашли в магазин, 38-й размер. Мне надо 39-й. И вот он меня катает. Я говорю, не надо уже есть. Вон у меня одни такие. Нет, он мне теперь катат, катат, катат. Говорит, может, где и на дыбовом. Навряд ли. Это сегодня четверг. Это понедельник. Было. Уже в понедельник всё разобрали. И вино было дешёвое. Такое вот, как я люблю, шоколадное. Блин. Шоколад не разрешает кушать, а вино шоколадное. Это. По дешёвке. Тоже что-то нигде увидеть не могём. Уже, видать, разобрали. Такое ощущение, как будто только это вино пьют. Раньше оно дешёвое было. Потом как стали брать, брать. Я помню, мы покупали... А потом ванильное ещё пошло. Мы покупали, когда оно только поступило. Ванильное позже поступило. Ящик шоколадного берёшь. Ванильного ящик бесплатно был. Помнишь? А сейчас вообще не найдёшь. За такую цену. Красненький. Вот он меня катает. Я говорю, не надо уже. Он катает, катает. Потому что у Серёжи выходной. А когда у Серёжи выходной, Серёжа дома сидеть не могёт. Пить хочу что-то я такое съела, да? А у нас нет в машине пить. Всё время я говорю, покупаешь пить? Закинь бутылку в салон. Вон, машина новая. Видишь, Серёжа, пруд. Камазы. Ну, мазы. Ну, камазы. Там, в Шпатане, там тоже очень много людей всегда закупается. Я не думаю, что там что-то найдёшь. Ну, катайте меня, катайте. Чё? Бензин подешевел. Чё не катать? Время уже, блин, два часа. Ещё на работку вечером. Сегодня я иду. Женщина идёт мне навстречу. И по-русски, вы Карина? Я говорю, нет. А она шла к моему ортопеду. А где здесь ортопед? Я говорю, вон, идите прямо. По правой стороне будет. Сходу такая. Не по-немецки, а по-русски сразу начала. Вы Карина? Нет, я королева! Чё, не видно по-моему, что ли? Ну, да. Королевешная богиня. Вот такие вот. Короче, здесь вот перерыли всё. Перекопатели, перелопатели. И всё. И никак дорогу открыть не могут. Уже столько лет. Хотели они автобан разгрузить. Туннель они строят. Ой, мы быстренько построим. Раз, два и построим. Уже лет восемь не расстроят, да? Если не больше. Ну, да. Деньги кончились. Потом ещё. Потом опять закончились. Короче. Вот так-то. Бардаку наделали. И всё. Ещё не все листочки упали. Ну, сейчас вроде обещают. Начинается минус. Минус придёт и посыпется. Девочки, позвонила. Оксанке говорю. Блин, у меня герпес. Герпес вылез. А в воскресенье у меня термин делать губы. Она маш, маш. Я говорю, я и так мажу уже, чем хочешь. Вот сейчас опять купила. Не было. Ну, так вот. Были намёки месяц назад. Я думаю, блин, вылезет. Не было. Как только приближается термин. Всё. Пожалуйста. Юлька тоже. Маш, маш. Я уже всем, чем хочешь и не хочешь, перемазала. Осталось ещё одним. Попробовать. И всё. Не знаю, заживёт, не заживёт. Посмотрим. Чё сейчас ответит мне косметолог. Она ей сказала, что у меня герпес. Чё она ответит, не знаю. Ой, набралась опять. Конфет, пакетики подарочные набрала. Всё надо, всё надо. Детей-то наплодили кучу. И оперный пи-театр. Как Дедушка Мороз, блин. Ой, сумка, девочки, вываливается. Такая. Падает, падает. Сумка. Так, это мне в кладовку надо. Унести. А я забыла, мне ещё к врачу завтра. Поэтому и врачихе тоже надо. Чё-то занести. Это так принято. Так, здесь что у нас? Молоко. Молоко у нас тут. Вот такие взяла. Сереньких не было моего размера. Пришлось взять вот такие розовенькие. Но они, знаете, какие тёпленькие. Настоящие мех, овечка, кожа. Какие они тёпленькие, рассказать не могу. Раньше, как они только были, вот я их покупала за 60 и больше цена. А сейчас за 25 взяла. У меня чёрненькие такие. И вот эти. Нашли в другом совсем. И не серенькие. Такие удобненькие вообще. Красота, девочки. Это я потом запакую всё. Так, это в кладовочку мою надо унесть. Мыли опять мыльно-рыльные. Целая краска опять для волос. А, у меня ещё стоит там. Ну да ладно, пускай будет при запасе. Так. Ой, ёлки ударилась. Вот шапка. Я просто всё время заеду. Один раз закуплюсь побольше, чтобы потом не ездить. Я не это самое. Не люблю. Серёжа мне любит по магазинам. Видите, как таскал сейчас опять. Я не особо. Я всё кучкой возьму по волосам, чтобы потом не ездить. Маску для волос какую-то взяла. Ой, ну, шкибалет. Парасчёточку за лобку. Так, это чё? Шампуни. Зубочистки опять. Шампуни. Девочки, смотрите. Маска для губ. Я просто хочу посмотреть, что ця будет для губ маска. Ой, телефон, подождите. Малёнка, ты шоколадная девчонка. У меня есть ещё кладовочка, но там уже всё полненько. Не залазит. Мыло, шампуньки. Вот она тоже такая моя. Дужки. Зубная паста. Библии чистить. Короче, вот брала я вот такой пробник, девочки, десторант. Вассар лилия. Роликовый. Он вообще чёткий, хороший. В Росмане я взяла. Пробник. Попробовала. Вот такой маленький взяла, если вот в отпуск ехать, сумку кинул и всё. А вот он такой, уже большая. Он вообще хороший. Один раз помажешь и не потеешь, и ничего. Чёткий. Мне понравился и запах такой приятный. Я взяла два себе. Вот этот вот шпрей побрызгаешь им. Блин, и всё равно потом. Потеешь. А этот один раз, и реально на целый день не хватает. Потом взяла тоже крем какой-то новый. А то маршин. Буду мазать на старый след. Никогда не мазала, а теперь буду. Вот в прошлый раз брала. И этот раз другой какой-то. прочитала. Тот у меня лориалевский был. А это как будто лучше написано про него, чем в том. Не знаю. Тут у меня заканчивается. Потом попробую. Лёнька. Ты шоколадная девчонка. Это у меня такая мелодия в телефоне Николь поставила. Потом взяла воносик. Я свои все растеряла. Серебряные. Каждый раз беру, десять уйра отдаю и теряются. Тушку взяла. У меня уже все тоже высыхали. Средства гигиены. Интимного характеру. Блин, у меня вообще-то есть, но ничего. Запас жопу не берет, как говорится. Так что. Зубные пасты. Зубные щетки. Еще бы поменялось. Так. Еще паста. Мыва. А это взяла такое мыло для лица Сережа. Такое угольное. Мыло для лица. Сказал, будет мыть. Он моет простым. Короче. Пускай этим теперь моет. Думаю, на первое время хватит. Это у меня канистрочка стоит. Павел Малиф посуду мыть. Ну, вот этот вот, девочки. Реально хороший. Вот эти фа, ла, фа. Теперь не беру. Вот подсела на этот. Четкий. Там у меня маленький такой заканчивается. Нравится поставить. Вот такой. Елик. Кремик. И вот маска для... Кератин написано. Посмотрим же за кератин. Так. На месяц хватит. Так. Сейчас кое-что уже сразу запакуем. Что, сполоснул машину? Угу. Как вот этот полоскатель здесь? Вот зараза. Вот такие деньги платишь, а они не могут ни хрена нормально сделать. Подорвано уже. То есть сюда. Это тоже. Сюда. Так. Это доктору. Моему шефу знаете, сколько пациенты приносят вина? Упиться можно. Упиться просто можно. Я ему не ношу. Настолько много ему носишь, что он мне потом еще дает. Это я своему семейному доктору. Так. Это сюда. Этот ликерчик сюда. Еще один. Вот такие вот знакомым. Все вот. Постоянно надо делать. Хорошим знакомым. Так. Вот тоже такие конфетки. Это сюда. Это сюда. Все. Вот начинается. Я так не люблю. Когда начинается. Там такие небольшие взяла еще. Я вот думаю, только коробочки с конфетами влезут сюда. Это вот детям. Да. Влезет. Перфекто. Девочки, влезло. Сколько у меня их штук-то, этих детев. Это ж потом еще надо денежку туда. Что ж вы думали? Думаете, им конфеты нужны? Чем меньше ребенок, тем больше суммы он желает. Обновили, что характерно. Ой, девочки, вспомните, на Новый год получим этот кулек с конфетами. Радости нашему не было предела. Сначала съедали, в первую очередь, конфеты самые вкусные, шоколадные. Потом уже такие. Более-менее и в самой последней карамельке. У родителей у них на работе всегда хорошие были кульки. Большие. И там, я не знаю, до 21 года, по-моему, детям выдавала организация объединенных наций. Так. Раз. Два. Это сейчас у меня будет на столе стоять, пока нет. Три. Эти коробочки, Сереж, как раз в эти китки влазят. Шесть. У нас шестеро, детек. Шестеро, я не знаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А сумочек, шесть. Ну ладно, там у меня еще где-то лежит заначка. сейчас не удивишься, конфеты. Ой, конфетами детей кормить не надо. У них зубки портятся. Ничего у нас не портилось. Ели замилуют душу. Ничего у нас не портилось. И печеньки ели, и конфетки ели, и нормальные зубки были. Вон, по старой след только начали ломаться. А сейчас такие по журналу воспитывают. Господи, беременная, беременная ходит, значит, это, ой, кофе нельзя, копченую рыбу нельзя, соленую нельзя, это сырые продукты нельзя, то нельзя, то нельзя, а то ребеночек кем-то родится. будет болеть. Жрали все, что вот душа хотела, вот ели все, ни в чем себе не отказывали. Захотели соленого что-то съели, захотели сладкого съели. Никогда по этим дебильным журналам никто беременность свою там не прохаживал. Там журналов-то не было, ни интернета, ничего не было. А сейчас вот эти вот средства массовой информации, прямо аж куда деваться, вообще, ну это просто, все, детей сейчас воспитывают по книжечкам, по книжечкам. Где вы вот раньше с этими книжечками были, с этими интернетами? Как вот столько поколений выросло без этих интернетов и этих книжечек? Это нельзя, это нельзя. Мы давали детям все, что он захочет, и вот мы не смотрели, а это от шести месяцев, это от восьми месяцев, вот нет, нет, тебе еще дня не хватает, до восьми месяцев тебе нельзя это кушать, застрелиться и не встать. Ребенок хочет, ребенок ест. У меня, блин, у меня сын сало в три месяца сосал уже. И ничего, вон, здоровый, слава богу. А это ж, куда деваться, то нельзя, это нельзя, и прям, потом и вырастают какие-то непонятные, что доживают до восемнадцати лет и не могут определиться, кто они, мальчики или девочка. Это от нехватки витаминов нормальных. Сало давайте им кушать, сало, пиво давайте пить, пенку с банки трехлитровой, как у нас раньше было. И нормальные все повырастали. Мальчик, мальчик, девочка, девочка, это же вообще свистец. Где там этот, в Канаде вызвали этого посла российского из-за того, что он начал утверждать, что нормальная семья это папа, мама и ребенок. Она говорит, зачем вы такое типа говорите? Он ей говорит, а разве не правда? Вы каким путем появились? Что, без папы или без мамы? У двух пап не может быть детенышей. И у двух мам, соответственно, тоже. Это все от нехватки витаминов. Ну, еще подзатыльника выдавать вот таким вот, который вот ему 13 лет, он не может определиться, кто он, где и когда. Да, подзатыльник и сразу определение пришло в голову. Раз висит между ног что-то, значит мальчик. Не висит, значит девочка. Если ты такой тупой, сразу не можешь определить. Это родители, все от родителей зависит. Опять же, почему родители? Тоже, видать, нехватка витаминов у них. Как можно вот мир сошел с ума? А вы мне еще говорите, вот что, вот это вот, как без приколов-то жить? Весь вон цирк уехала клоуны одни остались. Это ж просто. Сережа, ты под старость лет знаешь, кто ты есть? Может, ты девочка? Нет, я мальчик. Точно? Ну, покажи девочкам, мальчик ты или нет? Ну, какой пузот я. Ну, ладно, потом покажешь, Алене, я определю, так уже будет. Ой, смятение у них, понимаешь, они не понимают, кто они. Ну, как вы думаете, с такой стороной Бог будет на их стороне, когда они разрешают однополые браки, когда вот они вот разрешают это, пожалуйста, законно, женитесь, мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. Вот такую вот Содому и Гамору устраивают. Как вы думаете, Господь будет вот с этой страной той или иной? Мне кажется, только там, где соблюдается хотя бы чуть-чуть заповеди Божьи, там и будет Бог. А, с Европой уже все, отвернулся Господь Бог, думает, делайте, что хотите, обезьяны вы, тварьи вы Божьи. Думает, ну вас, устрою вам, еще год-два и будет здесь Варфоломеевская ночь. Поэтому вот эти воины, вот это вот все и происходит, хрень. Это все и происходит, потому что Господь дает знаки, успокойтесь, успокойтесь. А человек, он же такая существа. Ну, как он может осознать это, если он не может сейчас осознать, кто он, какого пола? Какие знаки он будет видеть? У них только вот примитивненько, пожрать, в туалет, и вот. Ну, вот это вот, кто-то в видео выставлял, свадьба, ведут здорового мужика спортивного телосложения, он в короне, в фате, родители подводят его, кто он? Жених, ну, раз этот в фате, значит, эта женщина. Я не осуждаю, может, они и как люди хорошие, я не спорю, я встречалась, вот с нами был, ездил в отпуск, вроде человек, ну, вообще, ну, добрейшей души человек, ну, как подумаешь, что мама дорогая, все, что-то делается. Ну, нельзя, так там же написано, черным по белому написано, нельзя мальчику с мальчиком, нельзя девочке с девочкой. И тоже дискуссии были, что вот, типа, Гитлер их уничтожал, а сам был, типа, гомосексуалистом. Во-первых, я смотрела, когда-то давно, очень, документальные архивы, уже вскрытые, рассекреченные, не так давно, он имел свою, эту Еву, плюс у него еще была любовница, 15 или 16 лет. У него была любовница, нигде не говорится, ни в каких архивах не был, он замечен с мужиками, не был. А вот с любовницами, с девочками там, он был замечен. и когда уже в 45-м году, уже ближе к победе, он хотел в Италию свалить, забрать с собой именно вот эту малолетнюю любовницу. этот факт есть, в архивах есть оно, было тому много свидетелей, а то, что он гомосексуалист был, это не подтверждено нигде, никакими архивами, это просто какие-то сплетни, догадки кого-то, а так нет, а то, что у него была эта жена, и малолетняя любовница, были тому свидетели. Поэтому я не думаю, чтобы он себе подобных уничтожал. Ну вот как-то так, ничего не могу сказать, но вот как-то вот все-таки по Библии, вот я как-то, старики нас научили, в ту сторону смотреть, вот как-то я туда вот склоняюсь. Не могу, не принимает у меня, вот не принимает, я не говорю, что это плохие люди, может этот человек, он у тебя первый на помощь придет, если тебе нужна будет помощь. Но это неправильно, неправильно, не по-крестьянски это, не по-христьянски. Поэтому, не знаю, каждый пускай думает за себя, а мы за себя. Заставить никого нельзя, полюбить, или не полюбить. Сейчас бы как лупанула шоколаду. А нельзя. Вот она же, может заставить, она сказала нет, все, нет. Сережа вчера сидит, вот как это, то мороженку, то пироженку. Вчера в магазине были, он говорит, посмотри, посмотри, туда и показывает, а там пироженки лежат, и заварные, и какие хочешь. Ты в прошлой жизни в гестапо не работал, так издеваться над людьми. Сидит лопат сам. Так, что ладно, потихонечку отдохнуть, чуть-чуть, и потихонечку, потихонечку собираться на работу, и завтра с утра у меня доктор. Что хочет доктор, не знаю, короче, нам будет сходить узнать такие вот дела, девочки. Всем пока. А, помазать я забыла, руки помыла, забыла помазать, надо помазать, срочником на помазать, девочки.